Здравствуйте, Илья, тут очень мальчик с тобой хочет познакомиться с героем, тебя считает, Сашизом. Здравствуйте, Илья! Шаг вперед! А, Илья, дальнейшие шаги имеют? Ну, слушай, они же понятно, для чего меня арестовали, они почему-то глупые люди, думали, что если они арестовали... Главное, значит, с первого шага сойти с проезжей части. Уважаемые граждане, ну дальше вы в курсе, да. Мы устраиваем несанкционированный митинг. Не хочется выходить! Поближе в дом. Ответьте на вопрос. Ну, посмотрите, у них же какая была задача, они думали, что они сейчас нас втроем посадят, Навального с Удальцовым, потом меня следуем, потом не меня следуем, и на этом все закончится. Ну, очевидно, что ничего на этом не закончится, потому что люди выходят не из-за Навального, не из-за меня, не из-за Удальцова, люди выходят, потому что им надоело. Надоело за вас. Людям потому что надоело жить вот в таком большом спецприемнике, поэтому они выходят на улицу. Поэтому, мне кажется, задача наша понятная. 12-го числа, я думаю, что мы проведем крупный митинг и докажем, что нас не удастся запугать, нас можно арестовывать, можно бить, можно запугивать, да, нам рот нельзя заткнуть, вот это совершенно точно. Поэтому мы 12-го числа снова все выйдем, несмотря на их новые законы, несмотря на все, что они делают. Следующий крупный митинг, мне кажется, надо провести будет в конце августа или в начале сентября. Навальный по сентябрь говорил. В начале сентября там, но мы договорились. День флага России, можно пронести флаг где-нибудь параллельно? Мне кажется, хорошая идея 12-го числа выйти с огромным флагом, чтобы вот эта вся там 50-тысячная, 80-тысячная демонстрация развернула российский флаг. В августе где-нибудь день флага будет? 20-го августа или 22-го? 20-го августа, я думаю, что и в день России это можно сделать. Я думаю, что народу будет много. Мы все говорили, что 6-го числа в народу придет мало, но как вы видели там, да, люди собрались. Поэтому мне кажется, что причины, по которым люди протестуют, они никуда не делись, они сохраняются. Нас пытаются испугать, из регионов люди придут. Но сначала день без Путина. Свечей много придет, только мне кажется, назвать это надо как-то иначе. Не марш миллионов. Да, не марш миллионов, это не самое даче названия. День России без Путина, за Россию без Путина, марш за Россию без Путина, как угодно. Я думаю, что мы сейчас в ближайшее время договоримся. А с кем вы договорились? Ну, у нас есть как бы неформальный оргкомитет. А, вот вопрос, вот теперь, кто есть комитет? Ну, он неформальный. На самом деле, я думаю, что в оргкомитете могут принимать участие все желающие, все, кто как-то активно себя проявляет. Никаких лидеров у нас нет. И это, на самом деле, вот история с нашими арестами доказала, что у нас там, как я уже много раз говорил, у нас лидер Твиттер и Фейсбук. Они нас всегда организуют, всегда дадут нам какое-то общее направление действий и так далее. В этом, на самом деле, наши силы, потому что если бы у нас был какой-то один лидер, от которого бы мы все зависели, очень легко бы с нами было бы справиться. А поскольку мы все сами себе лидеры, мы все гражданское общество, мы все оппозиция, то ничего с нами сделать не получится. Илья, еще вопрос есть такой. Как оценить эти перспективы на 12 число? То есть будут ли, собственно, потасовки с ОМОНом или это будет мирная акция? Смотрите, я убежден, что мы 12 числа должны сделать все, чтобы не допустить провокации и показать, что мы мирная сила, показать, что мы не заинтересованы в каких-то потасовках с ОМОНом. Потому что это единственный, кто заинтересован в драках, единственный, кто заинтересован в столкновениях. Главный выгодополучатель – это, конечно, Путин. Потому что он получил возможность продемонстрировать обществу, что мы не мирная массовая сила, а какая-то там пучка отморозков, которая с милицией дерется. И мы сделаем все. Я обещаю, что учтем ошибки, разберемся со всеми провокаторами для того, чтобы 12 числа все прошло абсолютно мирно и цивилизованно. Я подозреваю, что будут наверняка какие-то провокации. Мы организуем достаточно дружинников для того, чтобы все эти провокации пересечить. Вы слышали о том, что Собянин выделил квартиры ОМОНовцам якобы посадочным. Я в шоке был. Вы не могли бы это прокомментировать? И не считаете ли вы, что это повлечет, соответственно, возможные провокации 12 июня? Убей оппозиционера, получи квартиры. Я теперь думаю, что многие ОМОНовцы будут просто биться головой от столбы для того, чтобы им выделили квартиру. Это какой-то такой безумно популистский шаг, который, честно говоря, меня шокировало. Я когда услышал это в новостях по радио, у нас там радио, телевизора не было, радио было. Я когда это услышал, я, честно говоря, не поверил просто своим ушам. Понятное дело, что власть сейчас видит главную, ну скажем так, главную свою защиту в лояльности правоохранительных органов. Но такие популистские шаги, они, я думаю, вызывают недоумение даже у других сотрудников правоохранительных органов, которые там годами работают. Кто? Ребята, все эти шесть человек? Нет. Да, но этим, да, этим же не за Чечню дали. Там, да, кто-то в Чечне воевал, кто-то там до сих пор выезжает для участия каких-то боевых операций, да. Кто-то участвует в боевых операциях, кто-то там ранения получает, им квартиры не дают. А тут какие-то царапины, царапины, царапины получили, да, причем получили от своих же провокаторов, я абсолютно в этом убежден. То, что их кидали в них камни, люди в черных масках, которых не задерживали. Я много раз об этом говорил, вы, наверное, об этом слышали. Поэтому это, конечно, глупость абсолютно возмутительная. Камни кидали эшники, получили квартиры. Камни кидали эшники, получили квартиры амоновцы. А, получили квартиры амоновцы. Да, эшники, эшники, все в порядке. А, смотрите, о, вот роды происходят вообще провокации. Как вы хотите?